Застать спортсменов удалось только в зале. Совершенству нет предела, поэтому уссуристки, ушуисты усердно работают над своими комплексами упражнений. Самый юный призёр первенства России – Иннокентий Ромашов. Киша вернулся домой с бронзой. Уже много попыток было у спортсмена подняться на пьедестал российских соревнований, но удалось далеко не с первого раза. Страшно было выступать. Езжу я не первый раз уже. Готовиться нужно было. Тренировки были 6 раз в неделю. Готовиться нужно было серьёзно, чтобы донять призовое место. Никита Волошин стал серебряным призёром. Второй год подряд спортсмен выступал на первенстве России. Прошлый сезон оказался неудачным для ушуиста. В этот раз Никита подготовил сразу три вида программы в разных направлениях. Судьи высоко оценили только его комплекс с коротким оружием. Первые два вида программы я выступил и не совсем справился со своей задачей. А вот третий мой вид, я его хорошо сделал, как дома на тренировках. Конкуренция была очень большая. Было человек 20 в категории. Успешный дебют ждал на первенстве России Анастасию. Выступала в одном из трёх классических стилей ушу – багуа. Но спортсменка чуть не пропустила своё выступление. Такая заминка получилась, что я должна была выступать позже, а потом взяли и объявили, что моя категория раньше. Самая первая, получается, как только мы прошли. А я там даже не знала, какая по счёту. Ну и быстренько побежала передаваться, приезжала. И там до меня два человека буквально осталось. Ну и как-то даже не успела ни о чём не подумать. Главное настроиться, продышаться и выйти. Итак, с первенства России у суриски спортсмены привезли одну бронзовую медаль и две серебряные. Первый шаг по российскому пьедесталу Кеша, Настя, Никита сделали. Теперь в планах подняться на вершину.